Баскетболисты Самары на правах чемпионов страны начали игру против сахалинской команды «Восток-65» на своей площадке в МТЛ-арене, уверенно забрасывая мячи из трехочковой зоны. Снайперами выступали Игорь Смыгин и Владимир Печкуров. Нагнетал обстановку и американец Байден Яксон. Гости были в шоке от такого натиска. Самара классная команда. Как ни крути, прошлый чемпион. Опять же, возможные и хорошие перспективы в этом году. Самара забила много сложных мячей. Мы сложные мячи не забили. Играли одинаково, только они забивали, а мы нет. Уверенно завершив первую четверть со счетом 27-15, Самара неукоснительно выполняла установку главного тренера Иго-Второй. Болельщиков вновь радовала своей слаженной игрой пара глазунов-Яксон 47-37. На сегодняшний матч у нас был настрой после двух поражений подряд. Мотивация запредельная. Мы не могли дома проигрывать ни в коем случае. Хотели хороший баскетбол показать. В первую очередь от защиты. Я считаю, что нам все не получилось. Начало третьего периода осталось за Востоком 65, но затем Самара вернулась в игру и на табло уже светилось 68-47. Счет после третьего периода. Концовка матча прошла в комфортной обстановке для волжан. Разница в счете держалась у отметки примерно в 20 очков. Шансов спасти матч у гостей практически не было. 80-66. Важная победа Самары. Будем надеяться, что с таким же настроем, с таким же настроением мы выйдем против следующего соперника, который очень важно победить в этой игре для нас. Конечно, хочется матч-реванш и победить этого соперника. Следующий матч Самара проведет уже в пятницу, 6 марта. Она примет «Спартак-Приморье», с которым делят первую строчку в турнирной таблице. А 12-го числа в четверг на том же месте, в тот же час, Самара сыграет второй матч финальной серии Кубка России против команды «Темп» с ОМЗ УГМК. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Продолжение следует...